О жизни и учении Иисуса Христа рассказывается в четырех Евангелиях. Три из них, от Матфея, Марка и Луки, в научной литературе называются синаптическими, то есть совместно смотрящими, потому что в них много сходного материала. В чем основные особенности Евангелия от Матфея и его отличия от других Евангелий? Первое. Автор этого Евангелия в церковной традиции отождествляется с апостолом от 12, известным под именем Матфея или Левия Алфеева. О его жизни из Евангелия ничего не известно, кроме того, что до призвания Иисусом он был мытарем, сборщиком податей. Второе. Автор Евангелия — иудей, хорошо знакомый с иудейской средой и традиционным для этой среды толкованием Ветхого Завета. Обильное цитирование Ветхого Завета характерно и для других евангелистов, однако Матфей наиболее последовательно проводит мысль об исполнении ветхозаветных пророчеств в жизни Иисуса. В общей сложности в его Евангелии мы находим не менее шестидесяти цитат из Ветхого Завета. Третье. Евангелие от Матфея — одно из двух евангелий, содержащих родословную Иисуса Христа. Она лишь частично совпадает с другой родословной, изложенной у Луки. Четвертое. Евангелие от Матфея — одно из двух евангелий, рассказывающих о Рождестве Христовом. Повествование Матфея лишь частично совпадает с повествованием Луки. В частности, только Матфей говорит о поклонении волхвов. Пятое. Евангелие от Матфея по композиции отличается от двух других синаптических евангелий. Значительное место отведено речам Иисуса. Таких речей в нем насчитывается пять. Нагорная проповедь в главах с 5 по 7, наставление ученикам в главе 10, поучение в притчах в главе 13, еще одно наставление ученикам в главе 18, пророчества и притчи о последних временах в главах 24-25. Таким образом, Матфей делает особый акцент на учительном служении Иисуса. Шестое. Текст Евангелия от Матфея свидетельствует о том, что его главным адресатом были читатели из среды иудеев. Это подтверждается многочисленными примерами. В частности, Матфей называет Иерусалим «святым городом». Марк и Лука наверняка пояснили бы, о каком городе идет речь. Для Матфея же и его читателей ясно, что «святой город» — это Иерусалим. В Евангелии от Матфея немало арамейских слов, оставленных без перевода. Седьмое. Во всех Евангелиях Иисус критикует фарисеев. Но только у Матфея Он говорит, что их все-таки надо слушаться. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте». Только у Матфея Иисус подчеркивает важность ветхозаветного закона, говоря, что пришел не разрушить закон, но исполнить. У других евангелистов этот мотив отсутствует. Восьмое. Евангелие от Матфея — единственный из четырех, в котором упоминается Церковь. Девятое. В Евангелии от Матфея шесть раз упоминаются откровения, получаемые человеком во сне. Иосиф, муж Марии, четырежды получает такое откровение. Затем откровения во сне получают волхвы. А в рассказе о страстях Христовых упоминается о жене Пилата, которая во сне много пострадала за Иисуса. У других евангелистов откровения во сне вообще не упоминаются. Десятое. Целый ряд притчей Иисуса приводится только в Евангелии от Матфея. О пшенице и плевелах, о сокровище, скрытом на поле, о жемчужине, о неводе, о работниках в винограднике, о двух сыновьях, о десяти девах и о страшном суде. Одиннадцатое. Только у Матфея рассказывается об исцелении Господом двух слепцов, об исцелении немого бесноватого, и о том, как Иисус повелел Петру закинуть удочку, поймать рыбу и вынуть у нее изо рта монету. Чудо хождения Иисуса по воде описывается у трех евангелистов-синоптиков, но только Матфей рассказывает, как Петр пошел по воде навстречу Иисусу, а потом, усомнившись, начал утопать. Двенадцатое. Только в Евангелии от Матфея рассказывается о гибели Иуды и связанных с ней обстоятельствах. Двенадцатое. Только в Евангелии от Матфея упоминается о том, что в момент смерти Иисуса Христа гробы отверзлись, и многие телеса усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье Его, вошли во Святой Град и явились многим. Четырнадцатое. Только в Евангелии от Матфея говорится, что первосвященники убедили Пилата поставить стражей ко гробу Иисуса Христа, а после воскресения Христова подкупили стражей и просили их сказать, что ученики украли тело Иисуса. И, наконец, пятнадцатое. Евангелие от Матфея — единственное, в котором употреблена крещальная формула во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ее произносит Сам Иисус, когда после Своего воскресения посылает учеников на проповедь.